Если человек более-менее умеет с ножом обращаться, то процентов 80-90 сунки зарежет. Потому что невозможно предугадать реакцию. А здесь он не понимает, а и вот что, тем более паук, он такой большой, изображен усатый, злодей, с кольцом, с ремнем, подготовленный, сапогахнутый, с веревкой, с пистолетом и с кинжалом. И с ключом, то есть он уже с какой-то клеткой. Роман Николаевич, я вас попросила просто прочитать Корнея Чуйковского. Рецензию к книгу не надо давать. А нет, а просто здесь букашек обвиняют, что они не оказали своевременную помощь. Прости, Марфа, книжку ты сегодня, тебе никто ее не прочтет. А это к тому, что, смотри, букашки такие мелкие, интеллигентные, а паук изначально злодей. Вот вообще, и смотри, насколько он крупнее всех остальных. А здесь это получается, а злодей-то не шутит, руки-ноги, мухи, руки-ноги, он мухи веревками крутит, то есть веревку с собой взял специально, зубы острые, в самое сердце вонзает, и кровь, о, монадька ладейт, то есть он из сердца кровь выпил, а она еще криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляет. То есть, видишь, он хладнокровный. Да, вот так вот, стой, вот так вот, часы. Вдруг откуда-то летит маленький комарик. Во. И в руке его горит маленький фонарик. Где убийца, где злодей, не боюсь его костей. Подлетает к пауку, саблю вынимает, и ему на всем скаку голосуют. То есть, видишь, он подлетает, то есть у него изначально прямой, что он летает, и он с саблей. Бусинку стошнило, ей захотелось книжку уже сжевать. И сабля длиннее, чем у паука, то есть у него есть, ну, как бы он, ну, как конница, когда идет, он сверху же, пехотинца оказывается. А это вообще авиация, считай, прилетела с саблей из длины. Отлично. Естественно, у него есть преимущество, конечно, он не побоится.